Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Диана Станкевич. Смотрите сейчас. Музей в смартфоне. Это оригинал. Документу больше 70 лет. Спасатели сняли видеоэкскурсию про старинную пожарную часть. Где посмотреть ролик? Вернисаж на заводе. Большое внимание привлекает эта выставка среди сотрудников завода. На Бобруйска-Громаше открылась передвижная выставка. Защитники в белых халатах. Медсестры отмечают профессиональный праздник. У меня невестка тоже работает в Марзуновке. Поздравления от горожан. А также, когда отключат горячую воду, самая длинная железная дорога и погодная рулетка. И когда закончится осень посреди весны. Музыка. В Беларуси выздоровели и выписаны почти 7 тысяч пациентов с COVID-19. По всей стране бесперебойно работают 38 лабораторий. Доктора провели без малого 285 тысяч тестов. Председатель Белорусской ассоциации врачей заявил, экспресс-анализы на антитела в первую очередь будут проводить по медицинским показаниям. Накануне в страну завезли еще 100 тысяч тестов. Они дают результат уже через 15 минут. Погрешность минимальная. Между тем, Твиттер начал бороться с фейками о коронавирусе. Ложные посты про пандемию и теории заговора теперь помечают фразами, цитата, вводящие в заблуждение и спорные. Защитники в белых халатах. Сегодня в мире чествуют медсестер. Они отмечают профессиональный праздник. В разгар пандемии средний медперсонал сражается со смертельной заразой наравне с докторами. Накануне папа римский Франциск также высоко оценил роль медсестер в борьбе с распространением COVID-19. Что не день, спасенная жизнь. По данным на начало года в бавруйских поликлиниках, больницах, роддомах, военных госпиталях и санаториях трудились свыше 6 тысяч медиков. Треть – сестринский персонал. У меня невестка, Шерчих Светлана Леонидовна, тоже работает в Морзуновке. Я поздравляю всех медиков, которые спасают жизнь. В это трудное время надо, конечно, их поздравить. Они работают уже на износ, будем так говорить. Выдержки им. Огромное им спасибо. Желаю успехов в их нелегком труде, здоровья, благополучия в семье. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры? Корреспонденты Бобруск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Спасительный рейс, горячая вода в мае и ни конца ни края. Брест и Полоцк связала железная дорога. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. В мае минчанам не отключат горячую воду. Во время пандемии коронавируса важно тщательно соблюдать гигиену. Минжелкомхоз рекомендует перенести плановые работы по всей стране, предварительно на Илью. Самый длинный ЖД-маршрут свяжет Брест и Полоцк. Его протяженность – 893 километра. Пути пролегли через Кобрин, Пинск, Лунинец, Калинковичи, Светлогорск, Жлобин, Рогачев, Могилев, Шклов, Оршу, Витебск и Шумилово. Время следования – 19 часов 12 минут. Обратно – почти на полтора часа быстрее. Белавия выполняет эвакуационный рейс из Каира в Минск. Власти страны продолжают делать все возможное для возвращения белорусов на родину, а также помогать иностранцам. Воздушное судно вылетело из международного аэропорта в Египте в 8 вечера. Выставка «Мэйтен Беларусь» впервые пройдет онлайн 16 июня. Отечественные производители представят продукцию на виртуальной платформе. Экспозиция обширная – более 5000 человек из 10 стран. Гости смогут пообщаться с сотрудниками компании в специальном чате. Во время выставки также состоится международный аграрный онлайн-форум. Промышленный фестиваль растянется на месяц. Евровидение возвращается в онлайн-формате. Первый концерт популярного песенного конкурса стартует в 22 часа. Правда, пройдет без зрительского голосования. С песней «До видно» выступит и белорусская группа «Вал». Портал в прошлое. Главная проходная Бобруйска-Громаша превратилась в картинную галерею. На предприятии открылась передвижная выставка «Память сердца». На мольбертах 19 картин. Экспозиция посвящена 75-летию Великой Победы. Первую часть вы, наверное, уже увидели выставка в пространстве города, у стадиона. И мне показалось, что жители уже как-то положительно отреагировали. И сформирована как бы вторая часть проекта – передвижная выставка, которая представляет репродукции произведений, которые принадлежат нашему художественному музею. На картинах Владимира Самочернова – лица освободителей Бобруйска. Рядом репродукции работ народного художника Беларуси Георгия Поплавского. Портреты ветеранов Великой Отечественной – кисти Абрама Рабкина. Выставка вызвала у работников живой интерес. Полотна останутся на предприятии до конца мая. Большое внимание привлекает эта выставка среди сотрудников завода. Можно заметить и после работы, когда народ приходит, смотрит экспозиции, обсуждает. И кто-то приходит раньше утром на работу, чтобы тоже ознакомиться с этой выставкой. История в смартфоне. Бобруйские спасатели сняли видеоэкскурсию про самую первую пожарную часть города. Максим Кембель оценил ролик одним из первых. Формы советских, российских, украинских, эстонских и немецких спасателей. Каски с вековой истории. Макет дореволюционной пожарной части. Бобруйские огнеборцы сняли видеоэкскурсию в самом старом городском депо. Ввиду сложившейся обстановки, Бобруйский городел также прекратил пригнимать гостей в своих пожарных частях. И подобные экскурсии пользовались особым интересом у школьников во время каникул. В преддверии летних каникул Бобруйский Крючевец подготовил онлайн-экскурсию. В последующем планируем подобную экскурсию делать и в другие пожарные части нашего города. Картина о галереи поражает разнообразием цветов. Три десятка полотен рассказывают про будни спасателей. Полагать в очередном отпуске начальника корола 2-й городской пожарной команды товарища Копиша Ивана Николаевича с 10 января по 10 февраля 1947 года. Основание рапортов товарища Копиша. Это оригинал. Документу больше 70 лет. Один из самых старых экспонатов музея. В начале прошлого века этот зал называли Зимним дворцом. На живые концерты приезжали со всех уголков города. Два года назад традицию возродили. Барабан, бас-гитара, синтезатор. Спасатели создали группу Fireband. Все абсолютно связаны с пожарным делом. Кто-то диспетчер, кто-то начальник части. И мы долго-долго занимались, шли к этому, репетировали и потихонечку приобрели материальную базу. Ну и сейчас, конечно же, так же выступаем и пожарной части, и стараемся так же бывать на концертных площадках нашего города. Все виды машин МЧС – пожарный рукав. Ролик уже в открытом доступе на YouTube-канале Тушилкин из Бобруйска. Виртуальное путешествие длится больше четырех минут. Максим Кембель, Максим Галеонко. Бобруйск, 360. Утром в городе на Березине воздух прогрелся до 18 с плюсом. Днем столбик термометра скатился к четырем. Ночью метеорологи и вовсе прочат заморозки. Надолго ли тренд уточнила Кристина Арианс? На смену в жаре и солнцу пришел холод, а вместе с ним ливни, сильный ветер. В некоторых регионах выпал снег. Зима вернулась в Гродненскую область. Пользователи соцсетей охотно делятся фотографиями майских заморозков. Синоптики добавляют – сюрпризы на этом не закончатся. 20 населенных пунктов пострадали в Грузии за ливней, которые не прекращались два дня. В некоторых районах осадки привели к оползням. В горах идет снег, а на море не стихает четырехбальный шторм. В Китае пылает лес. В схватку с природной стихией вступили тысячи людей и спецтехники. Руководство провинции Юннань решило эвакуировать жителей из ближайших сел. Дома покинули более 11 тысяч человек. Май в оранжевом цвете. В эти дни спасатели рекомендуют быть осторожными. По возможности остаться дома, обходить старые здания, а также парковать автомобили на расстоянии от деревьев и линии электропередач. Сегодня ночью в Бобруске ожидаются заморозки до минус четырех, поэтому синоптики объявили красный уровень опасности. В среду будет облачно, без осадков, ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха днем 11-13, со знаком плюс. Кристина Ильянс, Павел Зуев, Бобруск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за нами в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!